Здравствуйте, мы студенты Пермского государственного медицинского университета имени Евгения Антоновича Вагнера и Яворожцов Юрий Игоревич и моя коллега Илфимова Анна Владиславовна. Хотим представить вам работу по теме оценки качества сна среди студентов ПГМУ. Актуальность темы. В условиях современного мира проблемы со сном встречаются до 48% людей в популяции. Множественные заболевания могут нарушать сон, а его осложнение приводит к еще большим патологиям. Цель нашей работы – предоставить возможность студентам ПГМУ оценить свое качество сна по аспектам, о которых они даже не подозревали до просмотра опросника, что позволит при необходимости задуматься над изменением гигиены сна, либо же обратиться к специалисту. Материалы и методы. Для исследования применялся опросник «Индекс качества сна» в Питтсбурге. Оценивающий качество сна на протяжении последнего месяца по 19 вопросам. Четверо из них открытых, остальные 15 предполагают оценку от 0 до 3 баллов. После расчета результатов по специальным формулам сумма равная и больше 5 указывает на неодовлетворительное качество сна. Результаты их обсуждения. Из запрошенных студентов у 92,6% счет превышал 5 баллов, что оценивается как плохой сон. При этом минимум раз в неделю 63% респондентов утверждали, что не могли уснуть хотя бы в течение получаса. 67% отмечали, что просыпаются по ночам или под утро. 44% замечали, что имеют необходимость проснуться, чтобы посетить ванную комнату. 22% говорили, что имеют трудности с дыханием во время сна или испытывают боль. Столько же жаловались на храп или громкий кашель. 48% и 55% чувствовали соответственно, что им слишком холодно или жарко. 37% жаловались на плохие сны. Касаемо сохранения социальной трудовой деятельности, получены следующие результаты. Сложно оставаться бондрусовичем во время вождения автомобиля, после поема пищи или в процессе социальной деятельности минимум раз в неделю. Было у 85% опрошенных. Сохранять достаточный настрой, чтобы сделать все дела, сложно было 92% и 60% опрошенных. Вынимают лекарственные средства минимум раз в неделю только 22,2% опрошенных. Поэтому 55% опрошенных оценивают качество сна как достаточно хорошее. Выводы. С помощью PSQI-теста мы наглядно рассмотрели, что у 92,6% имеются различные проблемы со сном. Более того, показатели удовлетворенности качеством сна находятся у опрошенных на уровне 55%, что свидетельствует о том, что студенты не могут оценивать качество сна, несмотря на компетенцию в вопросах здоровья высшего уровня обывателя. Также количество студентов, которые принимают снотворные, говорит о том, какое количество людей принимает проблемы со сном и готовы обращаться к специалисту для устранения проблемы, учитывая, что большинство снотворных являются рецептурными. Обратим внимание, что 22% студентов, испытывающих ночные боли или проблемы с дыханием, имеют обоснованные физиологические нарушения, сказывающиеся на сон, требующие решения специалистов. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.